Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. Смотрите сегодня в выпуске. Продать что-нибудь ненужное. В Альметьевске установлены первые пандоматы. Данный комплекс необходим в городе для того, чтобы жители заинтересовались сбором вторичного сырья, селективным сбором. Правильные пчелы дают правильный мед. Пчеловод из Чупаева рассказал о своем ремесле. Доводим информацию о существующих программах, поддержке. Сколько чего подбросил, столько и поймай. Артистов Альметьевского уличного театра учили искусству жонглирования. Что бы они ни брали, предмет может жить у них в руках. И это самое важное. В Альметьевске все большее распространение получает раздельный сбор мусора. Уже несколько лет на специальных площадках во дворах рядом с контейнерами стоят сетки для пластиковой тары. Все чаще попадаются на улицах и в жилых кварталах емкости для сбора стекла, пластика и несортированных отходов. Устанавливаются специальные урны для утилизации батареек. А этой весной в городе появились пандоматы. Автоматические пункты приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Как работают устройства и какие преимущества имеют перед обычными контейнерами в материале Ангелины Хабибулиной. С виду обычный терминал, напоминающий банковский. А на деле автомат по приему пластиковой, жестяной и алюминиевой тары. Пандоматов в городе пока три. В магазинах «Пятерочка» на улице Фахаридина, 24, Легина, 195 и в торговом центре «Панорама». Пандомат – это еще одна экологическая новинка. Специальный контейнер предназначен для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Опускаем таро в специальное устройство. И затем пандомат выдает нам чек, с помощью которого мы можем получить деньги. Это и есть главная отличительная особенность и преимущество пандомата перед контейнерами для раздельного сбора мусора. Использованную тару вы не просто выбрасываете, а продаете. За один сданный предмет пандоматов дает чек, который можно отнести в пункт приема вторсырья по адресу Тельмана, 60 или Гафиатульна, 47 и 49. Там вместо чека вам выдадут 40 копеек. Но в скором будущем, возможно, чек можно будет обменять не только на деньги. В дальнейшем планируется разработка проекта «Боубайк». То есть люди будут иметь возможность обменивать свои бутылки на проезд на велосипедах. Однако новое устройство имеет и свои особенности. Например, бутылка должна быть обязательно со штрих-кодом. Иначе пандомат вернет вам ее обратно и чек не выдаст. Бутылки принимаются только со штрих-кодом. Весь штрих-кодом не принимается, потому что возникает проблема при переработке вторичного сырья, если отсутствует штрих-код. Отслеживать, как работают пандоматы, сотрудники Департамента экологии могут через специальное приложение в телефоне. У нашего сотрудника Департамента экологии на телефоне установлено приложение по пандомату, на которое приходит уведомление о заполнении данного аппарата или о том, что в нем закончилась лента. И мы сразу реагируем и опустошаем пандомат или заполняем туда ленту. Два-три раза в неделю примерно. После того, как пандомат заполняется, сотрудники предприятия эко-сервиса порожняют его и отправляют содержимое на переработку в Казань. Пандоматы – это еще одна возможность сделать наш город чище и привлечь жителей. Данный комплекс необходим в городе для того, чтобы жители заинтересовались сбором вторичного сырья, селективным сбором. Чтобы люди привыкли к этому и в дальнейшем, в своей повседневной жизни, постоянно использовали селективный сбор. Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. Должников по алиментам в Альметьевском районе более 800 человек. Еженедельно судебные приставы по квартирной обходят неплательщиков, чтобы предупредить их о печальных последствиях нарушения закона. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте. Два раза в неделю судебные приставы проводят рейд по квартирам должников по алиментам, чей долг составил свыше 10 тысяч рублей. Сейчас в Альметьевском районе таких должников более 800. Выходим с целью установить должника, проживать ли он по месту жительства, ли он по месту регистрации, даже для установления его имущества. Но с целью арестовать его имущество в качестве погашения долга по алиментам. За один рейд сотрудники успевают обойти более 30 адресов. Однако, едва ли треть должников удается застать дома. Хотя рейды начинают в 6 утра и заканчиваются поздним вечером. Впрочем, при аресте имущества у сотрудников есть право войти в квартиру и в отсутствие хозяина. Бывают трудности в поисках должника по алиментам. То есть, это именно установление его места жительства. Так как должник может отсутствовать в городе, он может находиться в другом регионе России, либо за пределами России. Сотрудники оставляют повестку, а также предупреждают о том, что в случае неоплаты долга предусмотрено административное наказание и уголовная ответственность. Елена Морданшина, Татьяна Леонтьева, Ильдар Гемая, Пальмитиск ТВ. Трудится, как пчела. Так одной фразой можно охарактеризовать героя нашего следующего сюжета. Гамир Идрисов – пчеловод. Производство меда у него одно из крупнейших в районе. В гостях у пасечника побывала и наша съемочная группа. Это расплодом. Видите, как расплод вот здесь. Расплод вводят они и прям медом заполняют. Вместо цехов – цветные улей, вместо грохота станков – жужжание пчел. Здесь, вдали от шумного города, среди леса кипит свое производство – производство меда. Гамир Идрисов уже точно и не может припомнить, когда стал заниматься пчелами. Говорит, что очень давно. Сейчас его производство меда – одно из крупнейших в районе. У Гамира Мухаммедшевича две пасеки. Только на этой, в районе деревни Чупаева, расположен 51 улей. В уходе за пчелами много нюансов. Например, самым злейшим врагом трудолюбивых насекомых являются клещи вороа. Как откачаем, сразу этот. Начинаем этот поставить, я же сказал, пластины. А потом перед зимовкой, когда они уже кучу собираются, бипильм обрабатываем два раза. Весной опять как вытаскиваем, опять идти. Сезон производства меда длится около полутора месяцев. Самые большие улья с 22 рамками за одну откачку дают около центнера меда. Во время медосбора пчелы бывают особенно агрессивны. Впрочем, когда пчелы в хорошем расположении духа, к ним тоже лучше подходить в специальной защите. А у опытных пасечников есть и другие хитрости. Чтобы успокоить пчел, пасечники используют вот такое приспособление. С помощью него они окуривают улей. Пчелы думают, что начался пожар и убегают. Здесь обитают среднерусские пчелы. Пчеловод говорит, что они достаточно суровые. В среднем за один день его кусают около 20 раз. Но Гамир Мухамедшевич утверждает, что это даже полезно. Апи-терапию, лечение укусами пчел попробовали и его друзья и знакомые. Для этого на пасеке появилась специальная кабинка. Пока она выглядит скромно, но в планах хозяина расширяться. За раз обычно 4 штуки берут люди. 4-6, больше никак. У кого какая организма. Гамир Идрисов является одним из организаторов фестиваля медов Чупаева. В этом году он пройдет при поддержке исполкома Альметьевского района. Кроме того, предпринимателям на селе активно помогает сектор малого и среднего предпринимательства. Он является связующим звеном между предпринимателями и государством. То есть мы доводим информацию о существующих программах поддержки малого и среднего бизнеса. Какие сейчас существуют программы, гранты. Какой выгодный лизинг есть. Проводим обучение для предпринимателей всего района. Если есть какая-то проблема, связанная с вашим бизнесом, вы можете обратиться к нам, мы постараемся ее решить. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ Это еще не все новости. Смотрите далее в программе. Золотых яблок в Альметьевске станет больше. В Нефтеграде продолжается паблик-арт-программа по оформлению зданий и сооружений. Сколько чего подбросил, столько и поймай. Артистов Альметьевского уличного театра учили искусству жонглирования. В Альметьевске продолжается реализация программы по художественному оформлению социальных и промышленных объектов. Сказки о золотых яблоках паблик-арт-программа, направленная на создание нового облика нефтяной столицы Татарстана. Тематика работ – это история татарского народа, легендарных татарских персонажей, а также необычные истории жителей города. Проект реализуется при поддержке компании «Татнефть» и осуществляется при участии Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. Работа над ним будет длиться в течение пяти лет. Что интересного появится в Альметьевске в этом году, смотрите в следующем сюжете. Первые арт-объекты появились в городе в прошлом году. Благодаря работе художников обычные городские строения превратились в настоящие достопримечательности. Картина «Земля дуэта худо» украшает стены гаража на улице Ленина. Масштабные полотна также появились на резервуарах котельной номер 2 и на фасаде жилого дома на улице Бегаж. А совсем скоро, в конце августа, жители Альметьевска смогут увидеть новую уличную скульптуру от Павла Игнатьева. Как именно она будет выглядеть, пока остается загадкой. Мы очень сильно концентрируемся на татарском контексте, на контексте этих мест, на истории этих мест и на тех людях, которые здесь живут. И мы делаем это в первую очередь для людей, которые живут в этом городе. В этом году арт-объектов станет больше. В середине августа в Альметьевск съедутся 20 художников из различных городов России. К ним присоединятся художники из Ирана и Греции. В планах продолжить работу на котельной номер 2. Здесь будет проиллюстрирована теория происхождения нефти, связанная с Дивонским периодом и космическими образами, воплощенными в оптическую иллюзию. Также преобразятся 11 жилых домов. Шесть из них превратятся в страницы букваря. На это участников проекта вдохновил старинный букварь, найденный в деревне Елхова. Все арт-объекты будут объединены в один большой маршрут, который можно будет объехать на велосипеде. Чтобы можно было считать какие-то истории, о которых люди только говорят. Не те, которые можно прочитать в книгах, а те, о которых рассказывают друг другу люди. Прочитать их на стенах города, такого в мире нигде нет. И мы надеемся, что после реализации этой программы Альмитевск станет очень особенным местом на карте мира. Проект предполагает, что абсолютно каждый житель города может повлиять на то, как именно будет преображаться город. Экспертами из Москвы проводилось фольклорно-антропологическое исследование. Они общались с горожанами и узнавали интересные истории. Также сейчас альмитевцы могут делиться старыми архивными снимками города и его жителей, которые тоже могут быть проиллюстрированы на стенах зданий. Татьяна Леонтьева, Ильдар Гемаев, Альмитевск ТВ. Уже не в первый раз к артистам Альмитевского уличного театра приезжают мастера из других городов и даже стран. Благодаря компании Татнефт для наших начинающих лицедеев свои уроки давали мим из Аргентины и клоун из Италии, факир из Уфы и уличные актеры из Санкт-Петербурга. На этот раз для труппы театра провели мастер-классы два известных жонглера – Майк Смайл и Светлана Лопата. Артисты цирка пробыли в Альмитевске три дня. Каким приемом и техникам они научили альмитевских артистов, расскажем далее. Знаменитые цирковые артисты Майк Смайл и Светлана Лопата – эксцентричный дуэт супругов-циркачей, которые уже 25 лет выступают под куполом цирка. Майк – мастер слова и жонглирования. Светлана – королева хула-хупа и обладатель мирового рекорда. В нашем городе они провели три дня. Дали три открытых урока для всех желающих. Светлана Лопата – мастер всех существующих видов цирковых искусств. Тут и клоунада, и эквилибристика, но самым-самым для нее являются обручи. Им она посвятила большую часть своей карьеры. С ними поставила мировой рекорд. На Играх Доброй Воли Москва-Юта в 2003-м одновременно она вращала 101 хула-хуп. А также выступала с обручами на вершине Мюнхенской телебашни. Это было традиционное приветствие гастролирующих циркачей, приезжавших в город. Свой номер Светлана исполняла на пару с воздушной гимнасткой. Одним выездом дело не ограничилось. Светлана исколесила почти все страны Восточной и Западной Европы и успела побывать в США. Вся Европа, всю которую мы знаем, и Бельгия, и Германия, и Франция, в общем, везде, да, удалось поработать с цирком и съездила даже Нью-Йорк в Вашингтон. Для наших артистов Светлана приготовила вот такие курсы. Хула-хуп, диабола, китайские палочки и пои. Всем этим можно жонглировать. А ее супруг преподает более привычное жонглирование. Перекидывание предмета из одной руки в другую. Но есть один нюанс. Система, по которой Майк обучает своих учеников, авторская. 15 минут, и почти из любого человека может получиться сносный жонглер. Еще Майк Смайл переключился на ораторское мастерство. И теперь ловко жонглирует словами и выступает как конферансье. А жонглирование переросло сначала хобби, потом специальность. Теперь это предмет обучения. Что бы они ни брали, предмет может жить у них в руках. И это самое важное. И причем жить профессионально. Он мог подкинуть его, поймать, дать ему возможность замереть. То есть это целая история. Один из коронных номеров Майка – пари на жонглирование. Зрители из зала выкрикивают названия предметов или даже приносят их с собой. А потом артист приступает к своему делу и одновременно перекидывает из руки в руку до 10 абсолютно разных предметов. Некоторые артисты нашего уличного театра не могут пока с легкостью определиться, какая из цирковых дисциплин им ближе. Главное – попробовать как можно больше. Трудно выделить что-то одно, потому что с удовольствием хватаешься за любое знание, которое здесь дают, потому что его преподают очень интересно, весело и захватывающе. То есть ты хочешь приходить еще и еще, и я бы советовала молодежи тоже не тушеваться, а приходить и просто пробовать. Кто-то уже освоил некоторые направления театрального и циркового искусства, но с жонглированием ознакомился впервые и после занятий по авторской методике уже может подбрасывать сразу несколько предметов. Не знала до этого вообще, я не умела жонглировать, но где-то за дней пять я научилась жонглировать тремя мечами. У уличного театра Альметьевска большие планы на будущее. Поддержка компании «Татнефть» позволяет приглашать знаменитых педагогов, и в будущем у нашего театра появится собственная студия. Подготовка артистов идет полным ходом. Результаты трудов мы увидим в сентябре. А теперь расскажем о погоде на завтра. 26 июля в Альметьевске будет малооблачно. Температура воздуха ночью 16 градусов, днем плюс 31. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Эфир продолжит передача «Городская среда» с Еленой Марданшиной. Я с вами прощаюсь, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин